В Белгороде на базе 6-го поликлинического отделения открыли центр амбулаторной онкологической помощи. За два месяца работы его услугами воспользовались порядка 700 человек. Как попасть на лечение в такой центр и какую помощь там оказывают, узнала Ольга Горяйнова. Препараты, как правило, обладают токсическим действием и определенная вредность есть и для персонала, который работает с этими препаратами. Поэтому была приобретена современная ламинарная камера, которая позволяет минимизировать токсическое действие препарата. После разведения в камере препарат будет готов к инъекциям. В шприце он уже не представляет опасности. Лекарства им вводят в палате. Их здесь три. Каждая рассчитана на двух пациентов. За два месяца работы онкоцентра его услугами воспользовались порядка 700 человек. Лечение в дневном стационаре получили 30 пациентов. Задачей медцентра является не только первичная диагностика злокачественных наобразований, но также диспансерное наблюдение и противоопухолиолекарственное лечение, химия, гормона, иммунная терапия. И в условиях, амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, а также мониторинг за лечением. Большинство пациентов здесь получают постоперационное лечение. Людмила Александрова – одна из первых пациентов онкоцентра. Несколько раз в неделю приезжает сюда на уколы. Она уверена, со своей задачей разгрузить областной онкодиспансер центр справился. Да и проходить лечение здесь психологически легче. Там много посетителей, много больных. Да, очень столпотворение большое, скопление народа больных. И каждый идет со своей проблемой и пытается эту проблему на кого-то другого переложить. Ну, рассказывают, общаемся же, да. А здесь пациентов немножко. Поэтому, может быть, так и лучше. Однако посетить диспансер все же придется. Именно там врачебный консилиум примет решение, направлять ли пациента в центр. Ведь определенные виды лечения могут проходить только в условиях круглосуточного стационара. В иных случаях больной может лечиться в поликлинике. А маломобильные группы населения – получить помощь онколога на дому. Оказывается, помощь в виде назначения обезболивающих препаратов. Либо, если пациент нуждается в каких-то перевязках, обработках послеоперационных рубцов, у него нет возможности прийти на прием в поликлинику, мы также все это осуществляем на дому. Берутся с собой инструменты, весь перевязочный материал, все это делается на дому. Также смотрим пациентам для свидетельствования на медико-социальной экспертизе. Ну, и, в принципе, всех с подозрением на какие-либо онкологические заболевания при невозможности их посещения поликлиники. Лечение здесь доступно для всех жителей Белгорода. Всего на территории города открыты два онкоцентра – в четвертом и шестом поликлинических отделениях. Их создание стало возможным благодаря программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках национального проекта здравоохранения. Ольга Горяйнова, Александр Поддубный. К этому часу Белгород.